Добрый день! С вами Ольга Кануйникова. И мы сегодня будем делать цветок, точнее астру или хризантему из фоамирана или ревелюра или фома как многие его еще называют. Итак, что нам понадобится? Прежде всего нам понадобится утюг, нам понадобится клеевой пистолет естественно вместе с клеем нам понадобятся ножницы большие и маленькие нам понадобится линейка нам понадобится зубочистка понадобится краска, по которой мы будем подкрашивать наш материал она у меня акриловая, перламутровая розового цвета нам понадобится еще кусочек маленькой губки и естественно сам ревелюр вот брать ревелюр можно любого цвета я вам сейчас покажу на кусочки маленьком такому вот лимону Итак, что нам понадобится вообще все острые такие с острыми лепестками цветы очень легко делать допустим вот астра и хризантема нам нужно вырезать три кусочка длиной шириной где-то два с половиной второй кусочек у нас будет три сантиметра и следующий кусочек у нас будет пять сантиметров то есть три три кусочка два с половиной три и пять длиной ну где-то минимум три минимум тридцать сантиметров у меня вот здесь вот 37 такая полосочка то есть мы если у вас здесь вот 40 сантиметров или 50 сантиметров просто полоску полностью вырезаем и все то есть ширина вот длина полоски не имеет значения важно здесь больше ширина и так вот вырезаем допустим полоску два с половиной сантиметров да мы ее смотрите мы ее наметили потом накладываем линейку берем зубочистку и зубочисткой вот так вот проводим линию и по этой линии вырезаем ножницами данную полоску это у нас будет серединка нашего цветка она делается в принципе для острое таких вот лепестковых как правило одинаково также врезаем полоску три сантиметра и пять сантиметров а теперь мы должны немножко подкрасить чтобы красивый получился цветок нам нужно его немножко подкрасить я решила использовать розовый цвет для этого я складываю свою полосочку как только как можно вот скажем так чтобы удобно ее брать было в руки то есть окрашивать я буду только вот здесь не сам не сам а вот ревеллер вот здесь а именно вот эти вот поверхности боковые мы берем кусочек губки маленький обмакиваем его в краску краска акриловая я вам сказала она у меня перламутровая розовая вот и этой губкой можно еще даже вот так вот свернуть и подкрашиваем боковую поверхность нашей полосочки вот 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 втираем туда всю краску не нужно окрашивать полностью нам нужно чтобы кончики нашего фоамирана дивелюра были окрашены не так сильно ну вот теперь немножко можно развернуть полосочку еще посмотреть чтобы здесь вот она на боках у нас была немножко прокрашена еще немножко развернем немножко вот здесь сделаем такой плавный переход с одной стороны с другой стороны теперь вывернем ее на другую сторону подправим ее вот так ну и все и наша полосочка ревелю теперь подкрашена можно ее расправить уже и еще теперь уже обработать вот так вот с двух сторон здесь главное чтобы был переход такой плавный вот примерно вот так делается все нашли наша полосочка готова теперь мы берем ножницы посмотрите так как это самая маленькая узенькая ленточка лучше ее обрабатывать конечно ножничками тонкими тонкими и нам надо сейчас просто с вами сначала режу и включу утюг и надо сделать так чтобы наша полосочка была порезана очень-очень тонко чем тоньше нарезка тем красивее получится наш цветок и так берем не дорезаем где-то примерно ну сантиметр миллиметров семь вот от края это вот как раз вот это нам и дадут то есть мы берем и вот вот этот начиная с кончика вот так вот прорезаем полностью весь наш всю нашу детальку маленькую полосочку полосочку допустим вот уже 3 сантиметра да она уже у нас вот такими тоненькими ножничками не пойдет резать вы будете ее резать ножничками потолще большими например как вот здесь в принципе большие ножницы тоже можно вполне использовать вот 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 таким образом мы с вами должны полностью прорезать все в нашу полосочку и одну и вторую третью я вам сейчас покажу я это сделала уже вот на фиолетовом фоне да вот они мне уже три полоски полностью все прорезаны теперь я вам скажу смотрите я покрасила маленькую маленькую полосочку вот таким синеньким кончики видите среднюю таким фиолетовым поярче чем вот сам фон и третью полосочку побледнее тоже фиолетовым но тоже он немножко поярче но не такой яркий как допустим вот здесь вот здесь вот он как-то переходный между фиолетовым и синим то есть здесь вот синий здесь синий фиолетовый и здесь фиолетовый поярче вот таким образом теперь работаем с нашим утюгом утюг ставим на двоечку вот у меня здесь он на двойке здесь селк и волк то есть шерсть и все это шелк и шерсть теперь мы берем нашу полосочку и аккуратненько подставляем к нашему утюгу вот таким образом чтобы наш фоамиран ну вот так вот прилип да ждем небольшой небольшой промежуток времени когда он начнет отлипляться от отставать от утюга ну у меня такой нежный утюг он сильно не нагревается вот видите да вот наши кончики кончики ревелюра начали немножко закручиваться и уже уже это место можно сказать обработано подкладываем следующую часть вот и ждем Они немножко у нас закручиваются. Вообще еще все зависит от самого материала. Материал может быть китайский, иранский. Турецкий, и он немножко отличается. И толщина может быть ревелюра разная. И в зависимости от этого, и вот время нахождения на утюжке может быть тоже разное. Много также еще может быть от утюга что-то зависит. Вот я сейчас вам покажу. Вот это у меня турецкий ревелюр. А я вам еще покажу, как у меня загнулся китайский ревелюр. Сейчас покажу, такого он коричневого цвета. Сделан практически точно так же. Я вот сейчас только что это и делала. Но загибается он немножко по-другому. Вот, видите. Таким образом, мы должны полностью прогреть, обработать все три полосочки. Шириной 2,5-3 и 5 сантиметров. Вот у меня первая полосочка готова. Сейчас я вам покажу, какой получилась моя полосочка. Так, секунду. Вот, видите, она у меня загнулась. Вот, загнулась вот здесь вот вверх. Вот, вот так она у меня выглядит. Сейчас я вам покажу. Вот. Этот фоамиран у меня китайский. Вот, как они у меня загнулись, видите. Вот, немножко по-другому. Здесь она немножечко даже погрубее как-то выглядит, но немножко фоамиран чуть потолще. Вот, вот такой он у меня получился. Так, обрабатываем полностью все три полоски. Все наши детали обработаны и переходим к сборке. Сборку такой коричневой астры я уже сделала. Вот, показываю вам правую сторону. И показываю вам левую сторону. Сейчас будем вместе с вами делать сборку фиолетовой. Итак, вот наши детали. Маленькая деталь, достаточно большая. Мы для удобства ее разрежем на две части. Примерно где-то вот так. И начинаем сборку. Начинаем сборку так, чтобы наши листочки смотрели вовнутрь. То есть, берем клей. И по краю немножко намазываем клеем. И наша задача собрать нашу серединку, свернуть ее. Вот смотрите, видите, все листики собираются вовнутрь. Стараемся делать так, закручивать так, чтобы основание у нас вот здесь вот было ровненькое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот первую часть мы собрали. Вот так она выглядит. Теперь к этой части мы добавляем такой же длины, только к второй части. Приклеиваем ее лепестками, вот так вот, чтобы они смотрели наружу. Не вовнутрь, а наружу. Опять же мы берем клей и немножко вот так вот проходим по краю клеем. Так, где у нас тут вот кончик, вот здесь вот подклеиваем. Точно так же собираем вторую часть. Там, где листики мешают, мы их просто убираем. Можно пользоваться не обязательно термоклеем. Можно пользоваться таким суперклеем-монентом, которые вот эти вот моментальные клеи, мгновенные, их тоже здесь используют. Сейчас я вам покажу, что у нас получается. Вот две наши части полностью скреплены. Вот такая у нас получилась серединка, такая фиолетово-синяя. Теперь мы берем вторую часть. Точно так же мы можем разрезать вторую часть на две части. Можем не разрезать. Вообще, в зависимости от того, какой мы хотим цветок делать, можно вообще одну половинку убрать и использовать ее, допустим, для другого цветка. И точно так же лепестками вне мы подклеиваем следующую часть нашего цветочка. Вот, подклеили вторую часть. Теперь берем третью часть и точно таким же образом наклеиваем лепестками внешне, чтобы они смотрелись за наш цветок. Вот так вот выходили. Вот, и вот так она выглядит. Теперь посмотрите, вот, это астрочка из фоамирана, из турецкого, а вот это вот из китайского. Из китайского она немножко потолще. Теперь смотрите, в зависимости от того, что вы делаете, вот обратная сторона наших цветочков. Значит, я пока не знаю, каким образом я буду это использовать. То есть здесь можно вырезать вот по основанию такие кружечки и приклеить. Либо они будут с заколками, и если это будет заколка для волос, либо они будут со шпильками, если это, допустим, шпилька, или заколка, или брошка, например. Либо это будет часть нашей, например, украшения для волос в форме ободка. Таким образом, вот так вот делаются остроигольные, остролистные астры и хризантема из фоамирана или ревелюра. Спасибо за внимание. С вами была Гулька Канунникова.